Друзья, товарищи, братья, однокашники, господа! Вот мы вместе и собрались. К сожалению, не так нас и много, но здесь вместе мы собрались. Выпускники Педагогической Академии. Да, хорошо было в Академии. Какие замечательные годы. Страна нас учила, учила уму разума, делала из нас технорей. Хотела, чтобы мы на нее работали. А как по-другому? Понесла расходы, выучила, а мы и отработали свое. Все, как положено, отстрелялись, отдав долг Родине. Родина должна быть довольна нами. Ну, а мы? Ну, каждый по-своему. Вот по нашим веселым лицам видна эта радость. У каждого по-своему сложилась жизнь. Но на наших лицах благодарность и радость за все сложившееся не сходит. Особенно эта радость усиливается, когда мы вместе, когда мы общаемся, когда мы видим друг друга. Ведь нам не хватает общения. Просто переполняет душу. Нет слов, когда мы общаемся. Общаемся, кстати, по-разному. С разной интенсивностью. У кого-то больше напора. У кого-то меньше. Да, господа, есть такие, которые иногда и злоупотребляют в своей активности. Есть такой юный бодрый дед за 65 лет, который так и навязывает здоровый образ жизни. Ну, что делать? Это нужно для того, чтобы мы все дольше сохранились. Чтобы мы могли радовать своих детей, внуков, а у кого-то, может быть, и правнуков. Да, мы к радости уже и пенсионеры. Смотрим назад, оглядываемся. Происходят разные непонятности в стране. Кто-то с кем-то срождается, кто-то кого-то побеждает. А мы смотрим и не можем принять активного участия. Но внутри у каждого из нас бурлит, бурлит. Так и хочется помочь родной стране. Всплывают теплые слова. Путями поисков ты, разум мой, идешь. И по сто раз на дню твердить не устаешь. Цени мгновение общения с друзьями. Ты лук, но скошенный. Опять не прорастешь. Идея, хоть и в рифму, стихами, но говорят что-то чуждое нам, друзья и братья. А что же говорят? А говорят следующее. Поменьше в наши дни имей друзей, простак. Будь на признание скуп. Не слушай лестивых враг. А погляди с умом. И ты увидишь сразу. Тот, кому верил ты, он твой предатель. Это про других, это все чуждое. Но в жизни это имеет место. Но к нам, к нашим братьям, господам, товарищам, никоим образом не относятся. А про наших же братьев, выпускников-педагогов, можно так сказать. Отзывчивых людей сравню я с зеркалами. Как жаль, что зеркала себя не видят сами. Чтоб ясно разглядеть себя в своих друзьях. Вначале зеркалом предстань перед друзьями. Вот мы и предстаем. Периодически встречаясь. Но чаще надо встречаться, господа, товарищи, братья, выпускники-педагоги. И уж, чтобы поддержать ослабших, можно произнести. Ни к другу не взывай, ни к небесам о помощи. В себе ищи, Бальзан. Крепись в беде. Желая кликнуть друга, перестрадай свое несчастье сам. Какие были выпускники-красавцы-педагоги. Молодцы, но повзрослели. Так и хочется еще сказать про дружбу. Не ищи себе друга по чужим углам. С ним невзгоды. Свои не дели пополам. Будь один. Сам найди от страданий лекарства. Утешитель же твой. Пусть излечится сам. Ну а мы будем продолжать дружить, общаться и встречаться. Но вывод напрашивается сам. Еще раз повторю. Надо чаще встречаться. Товарищи, господа, друзья, братья. Мы-то будем наверняка чаще встречаться, чтобы не было так, что кое-кто и кое-где говорит о следующем. Имей друзей поменьше. Не расширяй их круг. И помни, лучше близкий вдали живущий друг. Окинь спокойным взором всех, кто сидит вокруг. В ком видел ты опору, врага увидишь и вдруг. Но у нас такого не будет. Мы будем чаще встречаться. Да, господа. Кто-то спокойно заслужил отдых и просто отдыхает. А кто-то неуемный продолжает трудиться, созидать. И иногда вспоминает слова одного из моих друзей, почитателей, ученого-философа, который сказал, есть только один способ избежать критики. «Ничего не делайте, ничего не говорите и будете никем». Этого друга звали Аристотель. Но я к нему и прислушался. Давайте, держитесь, шлите еще фото. До бесконечности, до вселенной расширим нашу реальность, действительность. Пообщаемся хотя бы через фотографии. Энергии много. ЗОЖ поддерживает в нужной форме и разуму тела. И хочется созидать. И поэтому я хочу, чтобы и вы все обратили внимание на здоровый образ жизни, забыли разные излишества и подольше прожили, чтобы мы могли лет через пятьдесят встретиться, обняться, рассказать друг другу, как наши внуки, правнуки, как они живут по жизни и строят то, что мы с вами не достроили. Ну, а здесь мы смотрим друг на друга и надеемся, что лет через несколько и наша страна и все окружение будет как цветущий сад нести нам радость. А мы, помня, что технари, но склонности у всех разные. Кто-то ушел в живопись, кто-то ушел в архитектуру, кто-то в поэзию, в литературу. Даже спортом занимается. Вот какие мы разные. Пусть нам всем и вам будет хорошо, чтобы у нас все получалось. Крепко всех обнимаю. Настроения и удачи для всех желаю. Да, друзья, товарищи, братья, господа. Не просто собрать всех и уговорить отдать свои замечательные фотографии, чтобы сделать ближе, более массовой нашу встречу. Встречу дорогих и близких, студентов, выпускников, педагогов, которые молодцы были, есть и будут. Кто-то продолжает быть молодцом, а кто-то еще больше им стал. Видно, и снаряды спортивные, и кубки имеются, и очаровательные улыбки, и гитара, и встречи периодически проходят. Жаль, что главный учитель немного за ним мог. Будут ли еще встречи? Кто его знает? Но хотелось бы, чтобы вы все, дорогие братья, стремились и старались к этим встречам. Ведь столько многого интересного, и до встреч, и после них мы можем узнать друг о друге. А как замечательно смотрится и он! Ведь это же просто чудо! Да, господа, друзья, братья, товарищи. Как не хватает общения. Но пусть настоящий фильм будет считаться черновиком, пробой. А мы еще больше наберем участников и сможем посмотреть друг на друга. Один из братьев намекнул, что мы похожи на доску почета, на которой висят уже немолодые выпускники-педагоги. А посему хотелось бы, чтобы, ну, по пару-тройку фотографий причесались, подстриглись, побрились и запечатлели себя с очаровательной улыбкой на лице. И мы будем смотреть друг на друга и кое-что в прошлом вспоминать. Но еще раз напомню вам, хорошие вы, дорогие братья, что надо меньше излишеств в нашем преклонном возрасте. Уж тем, кто за 65, надо вроде бы как ягодку опять. Но это кто как может. Но следить за собой, вести здоровый образ жизни мы просто обязаны, чтобы дольше быть и иметь возможность чаще встречаться. Уговаривая прислать свои фотографии сокровенные, так и лезут в голову слова великого. О тайнах сокровенных невеждам не кричи, и бисер знаний ценных пред глупым не мечи. Будь скуп в речах, и прежде взгляни, с кем говоришь. Лелей свои надежды, но прячь от них ключи, что совсем не должно влиять на присылание своих сокровенных фотографий. Господа, друзья, братья, товарищи, мы молча их будем рассматривать. Жду с нетерпением. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик, как дождь идет и как снежинки тают. В обыкновенном видит красоту, в запутанном простейшее решение. Он знает, как осуществить мечту. Он любит жизнь и верит в воскресенье. Он понял, что счастье не в деньгах, и их количество от горя не спасет. Но кто живет с синицею в руках, свою жар-птицу точно не найдет. Кто понял жизнь, тот понял суть вещей, что совершенней жизни только смерть, что знать, не удивляясь, пострашней, чем что-нибудь не знать и не успеть. А посему требуется больше общения. Да, господа. Недавно произошло печальное событие. Ушел наш самый главный учитель, педагог, воспитатель, который вывел нас всех в люди, что явилось поводом внепланового сбора. Вот так мы сегодня в 2024 году выглядим. Немного печальные мы проводили в последний путь нашего любимого, уважаемого и почитаемого учителя. Пусть ему будет земля пухом. Вечная светлая память. Санкт-Петербург, вся страна, Россия. 2024 год. Выпускники Педагогической Академии. Удачи вам всем и хорошего, прекрасного настроения. Академии. ПОЧИТ ПОЧИТ Субтитры создавал DimaTorzok